Как вы думаете, друзья, вам будет интересно, если я буду рассказывать некоторые истории из своей жизни? Сегодня я покажу вам парочку из них, и вы, собственно, пишите в комментариях, интересно это или неинтересно. Если интересно, я буду продолжать. Молодец! В школе я отучился 9 классов. Это неполное среднее образование. И свой выпускной в школе мы праздновали с моими друзьями, отмечали, собственно, окончание школы и поступление в профтехучилище. Мы купили какой-то водки и пошли к моему другу в гараж. И вот мы со школьной дискотеки, выпускной, сорвались, набрали там всяких продуктов на столе, то, что в школе у нас было на вечеринке, по пакетам, и погнали в гараж. В гараже у нас была печка-буржуйка, мы ее затопили. И мы сидели, выпивали водку, говорили тосты, там, за окончание школы, за поступление в ПТУ. Ну, чуть уже поддали. И слышим, что снаружи кто-то шевелится, ну, какой-то звук какого-то железа. Вот мы пытаемся открыть дверь, а она не открывается. Оказывается, нас с другой стороны на дверные засовы, на петли кто-то закрыл. Вот мы стали стучать и говорить, ну, кричать там, что такое, что за херня, мол, происходит, открывайте. И слышим мужской голос, так, сейчас попробую его прям сымитировать. Ну что, попались, суки? Мы в недоумении, типа, что за херня такие? Мужик, ты что, там, типа, перепил что ли? Открывай. А он кричит, наконец-то я поймал тех, кто у меня клубнику пиздит. Мы вообще в шоке, на улице практически ночь. Он говорит, ну, да ладно, не шути, никто эту клубнику не пиздит, зачем она вообще нам нахрен нужна? А он кричит, я не шучу. У меня в одной руке, говорит, шашка, а в другой канистра с бензином. И, собственно, если, говорит, я сейчас, говорит, под гараж налью бензин и начну вас сжечь. Вот, а если рука или нога высунется, то я отрублю ее шашкой. Вот, мы в шоке, там, один из нас начал, включил театр, стал якобы плакать, там, дяденька, у меня, мама, у меня там, сестры, братья, отпустите нас, пожалуйста. А дяденька вообще ни в какую орет, Саша, тащи канистру. Ну, уже не знаем, что делать, и этот мужик кричал Сашу. Саши что-то никакого, я так понимаю, не появлялось. И он побежал за Сашей и за канистрой. Мы же в этот момент, так как гараж был деревянный, быстренько выпилили одну из досок с тени гаража. И через нее пролезли и убежали. Вот, когда-то потом, спустя несколько лет, я лежал в больнице с этим самым мужиком. И узнал я об этом, ну, после того, после рассказов про его дачу. И он рассказывал территориально, где находится дача, и то, что одно время у него постоянно воровали там плоды, овощи, фрукты какие-то там и клубнику. Вот, и я говорю, а, и он рассказывал еще про то, как он ставил различные капканы, как он пытался поймать вот этих вот негодяев. Я говорю, а вы случайно не пытались там поймать в гараже каких-то там парней, которые якобы у вас клубнику воровали? Он говорит, да, было дело там то-то, то-то, говорит, поворовали у меня и сидели, говорит, жрали ее в гараже. Я ему говорю, дядечка, это были мы, никакую клубнику мы у тебя не воровали, вот, и просто отмечали выпускной. Он, да ладно, точно, ну извини, мол, такая вот история. Друзья, вчера просматривал статистику посещения YouTube, просмотров, там, всех вот этих вот дел. И знаете, что меня больше всего поразило? То, что 80% просмотров моих роликов без подписки. И я по этому поводу очень хочу обратить ваше внимание на то, что ваша подписка на мой канал очень много для меня значит. И очень сильно вас прошу, если вы смотрите мои ролики с помощью социальных сетей, например, сразу просматривайте их в Facebook или ВКонтакте. Ну, пожалуйста, не поленитесь, перейдите на канал, если вы не подписаны, и нажмите кнопочку подписаться. Это реально сильно мотивирует в том плане, то, что чем больше у меня будет подписчиков, тем больше у меня будет желание снимать качественные ролики. Но для всего этого реально мне нужна ваша поддержка. В первую очередь, конечно, ваши подписки, лайки и комментарии. Потому что это, эти дела поднимают в рейтинге мои видосы, тем самым раскручивая канал. Носки продают. Носки классные, а никак не могу их представить грамотно в интернет. Сделать какие-то крутые фотки, чтобы люди реально смотрели, что у Любомира есть классные фирменные носки и покупали. И поэтому сейчас у меня вот офис выглядит вот таким образом. То есть у меня тут кругом валяются носки, везде разбросаны. Вот какие-то прибамбасы. Вот книжка, одна из моих любимых, возле которой я фотографирую носки. Вот, собственно, носки сами в упаковке. Тут вот я приклеиваю на них наклейки и, соответственно, пытаюсь их каким-то образом разложить. Всякий у меня антураж, старинный фотоаппарат. Это я все кладу по-всякому фотку для того, чтобы выложить это в Инстаграм. Записывал видео «30 фактов обо мне». И там есть один факт, когда я рассказываю о том, как я украл мешок лука и коробку фарша. Вот, но не дорассказал как бы до конца. Время было такое тяжелое. Тогда мне было, не знаю, лет, наверное, 17, может. Вот. Мать мою уволили с работы. Она попала тогда под сокращение. 90-е годы. Работы у матери никакой не было. Я ходил и разгружал вагоны. На разгрузке вагонов была все время куча мужиков. Мы стояли, часто грелись у костра. Приезжал работодатель, набирал бригаду. И мы уезжали на базу разгружать вагоны. Вагонов разгружали сразу целыми секциями. Там по 4, по 8 вагонов. Иногда было такое, что сутками разгружали. То есть нас там по чуть-чуть как-то кормили просроченными продуктами. И мы там как-то перебивались без сна. Бычили. Соответственно, и подворовывали. Потому что само отношение такое было, как к скотам. И жрать хотелось. Иногда, помню, я водку воровал ящиками. Потом перепродавал или сами выпивали. Иногда какие-то продукты. Сейчас хочу рассказать об одном случае. Как я чуть не замерз. Это регион, в котором я жил и работал так вот грузчиком. Это республика Коми. И в зимнее время там морозы достигают до минус 50. Иногда даже бывает ниже. Как раз где-то перед Новым годом Большая масса вагонов. Куча работы. И мы практически жили на базе. И тут заканчивается разгрузка. Нам дают деньги. И за нами должна приехать машина. А база находилась от города. Я не знаю. Я в то время не мерил расстояние километрами. Потому что не было тогда никаких телефонов. Ничего. Ну и я особо этим не увлекался. Так как не было денег, я всегда ходил пешком. И расстояние я мерил временем. Вот измерял. И вот база находилась за городом. И идти до моего дома по времени было ровно час. Это нормальным быстрым шагом. И вот мы разгрузили вагон. Это уже около 12 часов ночи. Холодно. Мороз как раз под полтинник. За нами должна приехать машина. За грузчиками. Мы разожгли какой-то костер. Стоим, ждем. Машины нет. Ну и мужики говорят, что мы так нафиг замерзнем здесь. Пойдемте пешком. Типа, когда идешь кучкой, оно как-то и веселее. И быстро хотя бы до города дойдем. А там уже будем пытаться как-то уехать. И мы пошли пешком. Шли, а холодно же. А я вроде парень-то молодой, шустрый. Ну и я вырвался вперед. Ну мы как шли специально навстречу машине. Думаем, если машина поедет, мы как раз и запрыгнем в нее. И все, она нас увидит, развернется. Вот. И я что-то оторвался чуть-чуть вперед. Мужики остались позади. Думаю, ну, быстрее машину увижу, быстрее сяду. Вот. И едет машина. Вот. А от мужиков я уже оторвался прилично. Я ей машу, она проезжает мимо навстречу. Ну, думаю, наверное, одного человека не будет подбирать. Кучу увидит и, соответственно, всех подберет на обратном пути меня. Ну и иду дальше. И машина едет назад, уже груженная нашими грузчиками. Я опять ей машу. Эй, братан, вот он едет. И она проезжает мимо. Я остаюсь один. Эй, дорога идет через лес. Город еще далеко. Ночь в 12 или первый час ночи. На улице минус, ну, под минус 50. А чтобы вы понимали, одевались мы на разгрузку не настолько тепло. Ну, то есть я одевал ватные штаны на голое тело. Вот. И какую-то небольшую там тельняшку вроде. И сверху фуфайгу. Ну, для того, чтобы можно было нормально двигаться при разгрузке, а не быть одетым, как капуста. Соответственно, при разгрузке такой костюм помогает хорошо, а вот когда ты уже мокрый, идешь домой, тебя морозит, это уже как бы не очень. И вот я шел, я пытался петь песню. Потом я стал чувствовать, как у меня замерзают ресницы. Ну, бывает такое и сейчас мороз, да, то, что ресницы немножечко так вот смерзаются, но открываются. А тут ты боишься моргнуть, потому что когда ты моргаешь, они слипаются так, что уже без усилия, как бы без руки, ты не можешь их открыть, глаза. То есть они промерзают моментально. Вот. И вот я иду сквозь эти щелочки, смотрю, считаю там путь, думаю, блин, ну когда же я уже доберусь домой. У меня замерзает все. И пальцы на ногах уже чувствую, что все сейчас отмерзнут. И пальцы на руках. Вот на руках пальцы мерзнут после того случая до сих пор. Чуть-чуть вышел без рукавичек или какой-то морозец, и все. У меня сразу они мерзнут. Вот жена еще говорит, что ты северянин, постоянно мерзнешь. А это вот как раз обмороженные такие конечности. Сопли в моем носу замерзли. Представляете? Ты идешь, а у тебя в носу льдинки, такие сосульки, как будто тебе их туда засунули, и ты ничего не понимаешь. И нос такой как бы распухший есть, и внутри у тебя лед такой вот засохший. И ресницы слипшиеся. Я дошел до дома, меня встретила мама, сразу стали отмачивать руки-ноги в тазике, выпил водки, чтобы согреться. Но вот такой был случай. Весна красна, как у макаки Десна. Привет. Что ты только на работу идешь? Да что ты меня сразу только проснулся. Давай, давай. Иди сюда. На работу идешь? Да. Привет. Привет. Привет.